Вопрос не в отдельной операции. Проблема выработки концепции национальной безопасности. В Израиле полностью отсутствует цельная концепция национальной безопасности. Какова наша стратегическая линия? Как мы хотим видеть Израиль, когда будем большими? Слава Богу, нам уже 60 лет. В Израиле говорят, доживем до 120, каким мы хотим выглядеть через 60 лет. И в этом плане я считаю, что самое главное – это выработка общей концепции стратегической безопасности. И все остальное должно быть исходное от твоего конечного видения, от твоего глобального видения. Не сосредотачиваться на точечных ударах. Точечные удары не могут заменить национальную стратегию. Должна быть выработана концепция национальной стратегии. И уже все, отсчет должен вестись оттуда, назад, а не наоборот. То есть вы считаете, что операции на территориях не будут эффективными, пока не решится то, о чем мы говорили в первой части, пока зло не будет убито в корне? Это не просто убито в корне. Скажем, мы приведем операцию в секторе газа. Ну хорошо, а что дальше? Мы приведем операцию. Потом и вернемся, и все вернется на круги своя. Победить противника на поле боя сегодня оказалось легче всего. Американская армия свергла Саддама Хусейна буквально за три недели. Ну а что дальше? И поэтому, когда не будет дан ответ, как мы видим все наше будущее, все наши отношения с соседями, отношения наше место в регионе, наши отношения с арабским меньшинством внутри Израиля, то не имеет смысла проводить никакие отдельные операции. Как, возможно, будущий министр обороны, кратко вы можете обрисовать вот эту самую концепцию национальной безопасности буквально по тезису на пункт 1, пункт 2, пункт 3? Как бы три основных пункта. Прежде всего, нету больше реагирования. Есть то, что я называю тотальный ответ, тотальная реакция, тотальное реагирование. То есть на любую провокацию мы не отвечаем пропорционально, потому что именно того, что ищет противная сторона пропорционального ответа, затянуть нас в войну на истощение, которое никогда не прекращается. Наоборот, должно быть тотальная реакция, тотальное реагирование такое, чтобы вторая сторона, чтобы противник даже не думал, даже бы мысли не было нас провоцировать. То есть ему при любой провокации придется заплатить настолько высокую цену, что это будет просто невыгодно. Второе. У любого террориста, у любого террора, террористической организации движение с покровителем. И нужно рассчитываться с покровителями, не с исполнителями террора. И третье. Нам всегда нужен партнер на противоположной стороне. Мы не можем действовать в вакууме. Израиль имеет смысл проводить операцию в Газе, если мы знаем, кто наш партнер там. Кто получит от нас власть, когда мы оттуда уйдем. Не просто получит, но и сумеет ее удержать. Но создавать еще одну ситуацию, как с Абумазаном, что это некое искусственное формирование, какая-то искусственная власть, которая поддерживается израильскими штыками и израильскими деньгами, это неверно. Человек, который не способен сам удержать власть при помощи, при поддержке, но быть самостоятельной фигурой не имеет смысла. А проводить операции, уходить и якобы оставлять вакуум, вакуума не бывает. Наоборот, мы этим только усилим еще Хамас. Нам нужно, если ударить по Газе, если войти в Газу, то когда мы точно знаем, кто после нашего ухода получает власть в свои руки, то должен быть кто-то конструктивный на противоположной стороне, а такие конструктивные отношения вырабатываются не за один день. У вас есть какие-то приблизительные кандидатуры, кто это может быть? Безусловно, я не буду называть ни имена, ни это, но безусловно, я бы не говорил это так, не бросал бы это в эфир, не имея конкретных, так сказать, как бы наметок. Вы сказали, что обязательно нужно иметь партнера по переговорам, кого-то, кто на той стране способен вести переговоры. В целом, в арабском мире, вот как государство, есть какая-то страна, которая может выступить, может быть, не союзником Израиля, но, по крайней мере, по трагентам в переговорах? Все. Я хочу, чтобы вы поняли, что сегодня арабские страны, они вообще второстепенный фактор на Ближнем Востоке. Сегодня нет ни одной арабской страны, которая бы доминировала. Сегодня три основных игрока на Ближнем Востоке, это ни один из них не арабское государство. Это Иран, Турция, Израиль. Более того, арабы понимают, что основная угроза для них исходит не от Израиля, а от Ирана. Ирана уже, или там в свое время Ирак захватывали и Кувейт, и угрожали странам Персидского залива, и мусульманские братья, которые угрожают режиму Мубарака в Египте, они не сионисты, мягко говоря, и помощь получают не из Израиля. И поэтому сегодня в арабских странах все все понимают. Но в чем проблема? Они сегодня боятся Ирана больше, чем США, а не то, что Израиль. Они все понимают, что тут какие-то цивилизованные, такие доморщенные теоретики, политики, новые Вудро Вильсона, а там жесткая, крепкая рука, которая не знает пощады, не знает милосердия. И поэтому сегодня получилась такая странная ситуация, что все арабские страны хотят, с одной стороны, дружить с Израилем, но не полагаются на него. Они боятся Ирана куда больше, чем США и Израиль вместе взятых. И этот абсурд нужно перевернуть. Хорошо, давайте отойдем от военной темы. Вы уделили ей достаточно времени. Как вы видите будущую коалицию? Кто туда войдет? Кто будет премьер-министром? Какие ключевые посты будут между кем распределены? Еще раз говорю, для меня посты не имеют второстепенное значение, при всем том, что, безусловно, я рассчитываю получить портфель министра обороны. Вместе с тем, должна быть самая главная выработанная платформа по целому ряду вопросов, не только по военно-политическим. Кого вы видите своим партнером? Безусловно, основной партнер это будет Ликуд. Я надеюсь, что Ликуд примет нашу позицию. По четырем основным вопросам мы всегда выделяем как бы четыре ключевых вопроса, которых мы требуем от руководства Ликуда. Это, прежде всего, переход в президентской системе правления. Принятие принципа «мир взамен, обмен территории и населения», а не «мир взамен на территории». До сих пор вся израильская внешняя политика зиждилась на принципе «мир взамен на территории». Никаких больше территорий взамен на мир, обмен территории и населения. Третий пункт – гражданские браки. Четвертая упрощенная система ГИЮРа. Процедура ГИЮРа. Это четыре основных принципа, на которых мы будем требовать создать новую коалицию. Хорошо, теперь давайте поговорим о взаимоотношениях Израиля и Соединенных Штатов как, пожалуй, главного партнера в мире. Вы знаете, что один из наших кандидатов в президенты предлагает вести безо всяких условий переговоры с тем же самым Ираном, садиться за стол со всеми странами оси зла. Как Вы считаете, каким образом это в перспективе может отразиться на Израиле? Давайте смотреть еще раз. Люди неправильно воспринимают. Израиль представляет западную цивилизацию на Ближнем Востоке, поэтому мы находимся как бы на передовой вот этого столкновения. Взрыв 11 сентября в Нью-Йорке был не как следствие израильско-палестинского конфликта. И взрывы в Лондоне, в Мадриде, на острове Бали – это противостояние двух цивилизаций – экстремистов из исламского мира и свободной цивилизации западного мира. Поэтому мы часть, мы израиль, как бы не является изолированным островом, которого ненавидят самого по себе. Это как бы мы часть западной цивилизации, мы представляем. Но связка Израиль-Америка, она очень важна, это одна из причинных связок. Где-то противостоять Советскому Союзу, чем это заканчивалось. И наоборот, когда Кеннеди проявил твердость в кубинском кризисе, как все закончилось. Спасибо, Виктор. Я напоминаю, в студии RTVI был Виктор Либерман. Успехов вам политических и в достижении непростых поставленных вами задач. Спасибо. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова